Пчеляры Минской в области плануют повеличить нарыхтовку меду. Зараз у лесгаса хладятся другие сборы, и не глядяши на холодный липень, коли при низких температурах некоторые рослины не выделяются в нектар, специалисты все-таки задоволены солодким уроджаем. Однако уж дневные працы пчел пряшкаждают восы. На этих насекомых частей стали скарзиться и граждане. На ликвидацию осиных гнезда у ротовальникам региона что день поступают два десятки поведомлений. Подробя из них Юлия Токар. У нас сегодняшний день уже пятый номер. По порядку идем. Будем смотреть, что находится сейчас у Лью, как нам его подготовить к зиме. На сегодняшний день вы смотрите на эти пчелы. Они летают хорошо. Кстати, на сегодня температура неплохая. 20 градусов, где-то 23. На пчельнику Старыцкого вопытного лесгаса 110 золотистых семей. Кожный в Улле и под увагой пчеляра с 30-годовым стажем Виктора Рыбака. Ведая, який драуляный домик требует теплить. Ти на дворот поднять выше. Каблетные маршруты не пересекались подчас поливания насекомых. Особливую увагу наддают выборы места пчельника. Рельеф повинен оховывать маленьких же хоров от ветру и быть одночасово богатым на пчелины присмакиваюсь. Тут, например, раскинулся яблоневый сад. А урадуюся пяти километров урасте рапс, парычка, самые медоносные рослины. А как разнастается рацион крылатых, пчельник отправляется на вандровку. Так званые мобильные платформы с пчелами размещаются на разнотравье. Ласово царабины, скрипенем, плакун травой. Рупливые працевницы могут до восени. От таких экспериментов и ураджай богаты. Место очень богато разнотравьем. Если взять в разрезе, в сравнении с другими платформами, то с этой платформы выходит где-то 32 килограмма на пчелосемью. Это неплохой результат. Вот даже можно обратить внимание, вот обножка, вот она пыльца. Смотрите, она разноцветная. Может оранжевая быть, может, видите, вот-вот, видите, пчела залетела. Вот это и есть пыльца. Вот они приносят в улей эту пыльцу. Складывают в ячейки. Не глядяши на двор, я довольно низкие температуры у лепени не дозволяли некоторым рослинам выделять нектар. Только в этом лесницстве у жены рыхтовали больше за 2500 килограммов солодкого бурштыну. Упыльнены будзи яща больше. Зараз аккурат и отпамповываюсь мед. Вот смотрите, как на щенках капельки падают на мед. На щенках. Видите? Вот на щенке, вот сюда. У жнивни заминать пчелины працы починают восы. На проконце лета ядовитые насекомые активизуются. Частей скарзятся и горожане. С просьбой ликвидовать осиные гнезда и ротовальникам Минской области что день поступает два десятки звонков. Вось и на пиареды дни супрацовники МНС оперативно выехали на выклик. При регулярном ремонте на чердаке обнаружили гнездо осиное. Очень большое. То есть оно там уже в прошлом году, наверное, не увидели его. В этом году оно разрослось уже до больших масштабов. Ну и вызвали МЧС, чтобы они помогли уже ликвидировать. Ликвидировали. И вообще ОС много в этом году. Особенно на гидропарке, там где вода. То есть отдыхающих не слышал, чтобы кусали. А вот сотрудников уже двоих покусали. Меня в том числе. Прибыли мы на место вызова. На данном чердаке велись ремонтные работы. И работники санатория обнаружили здесь два больших гнезда жилоносных насекомых. А именно ОС, как мы в последующем установили. Они были размером с два больших меча. Ну и в специальных защитных средствах оделись. Запшикали их всех аэрозольным дихлофозом, как на роде называется. Это притупляет их бдительность ОС. И все. Сняли их, положили в мешок, вынесли за территорию лагеря. Никто не пострадал. Ну вы знаете, как-то удивилась. Взяла с собой средства от комаров. А их оказалось на редкость мало. Но зато очень много ОС. Выходили на природу на шашлыки к речке. И невозможно находиться ОС просто роем. Жневинский осиный бум в ученые аномальным не называют. Миновата на приконце лета популяция воск повеолечивается. Это связано и с надворьем, и ягодным сезоном. Пильность гублять не варто. А в случае осиной атаки оперативно выкликают специалистов. Юлия Тогар и Максим Кураша. Янстрам. Телиновин.